Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в 2021 году удалось привлечь в бюджет дополнительные 5,5 миллиардов рублей. Эти деньги направят на оплату стационарной специализированной помощи, в том числе пациентам с COVID-19. Самара – второй город в ПФО по объему привлеченных средств. Кроме того, благодаря перераспределению нормированного страхового запаса удалось дополнительно направить медорганизации свыше 400 миллионов. Более полутора миллиардов рублей потратили на ПЦР-исследовании. Было проведено почти 2 миллиона анализов. Это те деньги, которые идут из подушевого финансирования поликлиники на оплату тестов для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, симптомы коронавирусной инфекции и у пациентов, у которых положительный экспресс-тест, который им привезли, как бы перепроверяем положительный экспресс-тест, с которым человек пришел в медицинскую организацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Это сделает процесс использования полиса максимально удобным для жителей, уверены специалисты. Останется и возможность получить полис старой версии. Это расширение возможностей для населения, расширение возможностей для страхованных лиц. И это создается для удобства населения Российской Федерации, Самарской области в частности, чтобы не бегать по страховым компаниям для получения, не предъявлять документы для получения полисы, а просто оформить его дистанционно, и он будет по силе равен всем другим документам. К концу года будут также исполнены все обязательства по проведению углубленной диспансеризации. На эти цели было предусмотрено 73 миллиона рублей. Осмотрено 175 тысяч человек. В 2022 в бюджет Территориального фонда обязательного медстрахования заложат 45 миллиардов 8 миллионов. Прирост по сравнению с текущим годом составил 3 миллиарда. Увеличение финансирования затронет онкологический профиль и первичное звено здравоохранения. Мэри Илчан, Максим Гусев, События.